Всем привет! Чувствуете запах? Это запах приближающейся весны! Ваня, ты видел какая погода на улице? Мне кажется, что на дворе 42 февраля, тут весной и не пахнет! Нет, Макс, это не совсем та весна, что время года. Это студенческая весна. Время очень волнительное и тяжелое для каждого студента. И чтобы хоть как-то расслабиться в это время, 72-й выпуск твоих студенческих новостей проведу для вас я, Ваня Новик. И мы начинаем! Спасибо деду за победу! Акция, ставшая флагманом кафедры журналистики. О том, как наши студенты поздравили ветеранов с 23 февраля и 8 марта, смотри в сюжете Лолиты Гальт. Акция «Спасибо деду за победу» проходит уже более 6 лет. Это проект студентов кафедры журналистики и студенческого медиа-центра Югорского государственного университета. В конце 2017 года проект занял второе место на фестивале социальной рекламы муза в Тюмени. Каждый раз нам приходилось искать партнеров, потому что мы студенты и сами, ну, все равно сумму достаточно собрать не всегда можем. А в этот раз у нас получилось так, что мы поучаствовали в фестивале рекламы и социальных проектов. И наш социальный проект «Спасибо деду за победу» занял второе место. Мы получили 30 тысяч и теперь планируем эти деньги потратить на несколько акций. Вот сегодня мы поздравляем мужчин-ветеранов с 23 февраля, в следующий раз поздравим женщин 8 марта и на 9 мая готовы опять заново пройтись по тем же адресам, увидеть те же счастливые лица, пообщаться с ними и пожелать, конечно, крепкого здоровья. В День защитника Отечества студенты кафедры журналистики традиционно навещают ветеранов войны. Сегодня мы пришли к Шостакову Степану Денисовичу. Шостаков Степан Денисович – участник боевых действий Великой Отечественной войны. Был неоднократно ранен, в 80-х годах потерял зрение. У него наша съемочная группа провела более трех часов. Я вышел из траншеи, ушел в поле метров за 30, там в кусты я лег в траву, а уснуть не мог, потому что нервная система работала здорово. Но все равно нет, нет, я, видимо, уснул, утром проснулся, такой голос стоит страшный. Ничего не слыхать, не видать. Даже солнце взошло, и то все в пыли. Но я понял, что началась артиллерийская подготовка нашей, пошли на прорыв обороны. А в Международный женский день студенты съездили к Кузьменковой Маргарите Яковлевне. Маргарита Яковлевна – жительница блокадного Ленинграда. Она угостила студентов чаем с конфетами, показала фотографии и рассказала о своих поездках в город Санкт-Петербург, который ей очень нравится. Лолита Гальт, Елисей Кузнецов, Валерия Кудрявцева. Специально для твоих студенческих новостей. Дипломы и госы – это, конечно, страшно. Но еще страшнее – это поиск и устройство на высокооплачиваемую работу. Как бороться с этим монстром и как его приручить – смотри в сюжете Валерии Кудрявцевой. 5 марта будущее студентов Югорского университета стало немного яснее. А все потому, что к ним пришел специалист с Центра занятости населения. Говорили о том, куда идти с дипломом, как составлять резюме и об изменениях тенденций и требованиям к выпускникам. Специалисты Центра занятости уверили студентов, что при правильном подходе адаптироваться к рынку труда несложно. Я думаю, что название этого учреждения Центра занятости говорит сам за себя. Потому что это в первую очередь дает студентам какой-то старт. Выходя из стен вуза, очень многие сразу теряются. Что, куда идти, кому писать, где брать вакансии, как работать с работодателями, вообще что такое рынок труда. Это все те вопросы, которые зачастую они не задают себе в статусе студента. Когда студенты, им весело, у них главная задача сдать хорошо сессию и, в общем, наслаждаться этой студенческой жизнью. А потом новая ступень жизни, новая ступень развития. Вот как раз-таки Центр занятости, я считаю, это та платформа, которая может помочь остановиться, выбрать пути развития, выбрать вообще, чем ты хочешь заниматься. И главное, специалисты Центра занятости помогут тебе в этом. Главной темой обсуждения стала государственная программа содействия занятости населения на 2018-2025 годы. Суть ее состоит в том, что Центр занятости возмещает предприятию часть заработной платы выпускника. Стажировка длится 5 месяцев, и все это время за бывшим студентом закрепляется наставник, который его обучает. По истечению срока стажировки выпускник может остаться на предприятии или устроиться на другую работу, получив рекомендательное письмо. Получается, и выпускник уже будет не с пустой трудовой книжкой, и работодатель не сильно потратится на неопытного специалиста. Поэтому, старшекурсники, не переживайте, без работы точно не останетесь. Валерия Кудрявцева, Елисей Кузнецов. Специально для твоих студенческих новостей. У каждого из нас были свои планы на будущее. Кто-то хотел стать полицейским или врачом, а кто-то вовсе планировал стать принцессой. Но, видимо, где-то что-то пошло не так. Может быть, Арина узнает, где и когда все изменилось. Хьюстон! Хьюстон, как слышно? Хьюстон, прием! Ау! Хьюстон! Я же тут одна, вы не хотите мне помочь? Походу, нет. Я все детство мечтала стать космонавтом. Познакомьтесь, это космос, он мой друг. Я, конечно, не думала, что это все будет так, но что теперь с этим поделать? Пойду поищу людей. Может быть, здесь есть кто-нибудь помимо меня. Расскажите о том, кем вы хотели стать в детстве. Ну, в детстве давным-давно мечтал стать водителем тепловоза. Когда-то, когда мне было 5 лет, когда стало больше, я мечтал быть летчиком. А когда с полу лет, наверное, 12, может, восстал, появились первые мечты заняться наукой. Вот, собственно говоря, чем я сейчас до сих пор занимаюсь. В детстве я хотел стать профессиональным спортсменом, а в будущем тренером. Интересно. Какие же у вас тогда увлечения были? Ну, занимался активно спортом, в принципе, любым. Я рос так на рубеже Советского Союза и современной России, поэтому дворовый спорт в то время активно развивался. И с 9 до 23.00 это была улица. Со всеми ее прелестями. В детстве я мечтала стать парикмахером, стригла кукол и вообще создавала всяческие, очень странные прически. После того, как в школе 8 класс закончила, что-то захотелось, вдруг шофером, а потом что-то передумал, физика хорошо пошла. Повлияли ли как-нибудь ваши детские мечты и увлечения на выбор вашей профессии? Да, конечно, повлияли. Я выбрал педагогическую сферу деятельности. Пусть не стал тренером, но стал педагогом. Интересненько. По крайней мере, широта кругозора, наверное, помогла определиться с профессией. Вот именно с философией, которую я преподаю. Наверное, то, что много читал, очень много читал в детстве и читаю до сих пор. Но сейчас уже меньше, потому что работа отнимает массу времени. Но хотелось бы больше конец. Наверное, да. В том смысле, что изучать все вокруг – это так здорово. И я решила, что почему бы не стать химиком и не изучать природу с точки зрения химии. Е-е-е, химия топ. Впервые голосуешь и до сих пор не знаешь, как проходит процедура голосования? Не переживай, я тоже не знаю. Где ставить галочку и куда бросать бюллетень? Нам об этом расскажет Яна Баскова. 6 марта в Югорском университете состоялась встреча студентов с заместителем председателя территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийска Людмилой Костериной. В аудитории собралось 113 студентов, которым впервые предстоит проголосовать. Им рассказали о том, где и как они могут подать заявление, а также о самом проведении выборов на участках и нововведениях этой процедуры. Теперь от ваших решений, в том числе и от ваших решений, будут зависеть в будущие страны. Но так как вы поколение молодое, то, понятно, у вас самая большая заинтересованность должна быть именно в этом самом будущем. Также собравшимся раздали анкету викторины Югре-900, которую можно будет сдать в день выборов на избирательном участке и поучаствовать в розыгрыше квартиры и автомобиля. Ну и, конечно, сувенирную продукцию в виде блокнотов и браслетов. Встреча оказалась полезной. Многие студенты отметили, что нашли ответы на интересующие их вопросы, касающиеся выборов, и обязательно пойдут голосовать 18 марта. Была для меня полезной, потому что я голосую в первый раз, и мне подробно объяснили, как происходит процедура выборов. Яна Баскова, Соня Слинкина. Специально для твоих студенческих новостей. Все, снова выпуск подходит к концу, а мне так хотелось еще немного побыть здесь. Но ничего, дальше нас ждет еще больше эмоций, больше новостей и радостных моментов, которые, я надеюсь, нам принесет студенческая весна. Приходите и горячо топите за свои институты. С вами был Ваня Новик, и всем пока-пока!